Здравствуйте, Зураб. Рады вас видеть сегодня с нами. Здравствуйте. Взаимно. Так получилось, что вы уже второй раз подряд принимаете участие в качестве эксперта на наших онлайн-конференциях, чему мы очень рады. И в прошлый раз вы выступали буквально недавно в апреле с кейсом внедрения Logistics для малого и среднего бизнеса, кейс доставки сборных грузов. Как вы вообще себя ощущаете в качестве эксперта уже не в первый раз на нашей конференции? На самом деле для меня лично это было очень интересным опытом, да и в целом мне хотелось бы более активно развиваться в плане общения с другими интеграторами. Да и в целом это было интересно и думаю, что в дальнейшем мы будем более активно участвовать в подобных мероприятиях. Отлично. Ну что ж, большое спасибо вам за эту активность и вам слово. Пожалуйста. Сегодня мне хотелось бы поделиться нашим опытом внедрения Nimbus и функции AutoInformator для обеспечения безопасности и автоматизации пассажирских перевозок на примере нашего клиента. Наш клиент ООО «Транссервис» находится в городе Асина. Это административный центр в Томской области, население которого составляет порядка 24,5 тысяч человек. Основные предприятия, которые базируются в этом населенном пункте, занимаются лесной промышленностью и деревообработкой. В автопарке клиента на данный момент времени находится всего 9 автобусов и пассажиропоток в месяц составляет порядка 23 тысяч человек. ООО «Транссервис» обслуживает два основных маршрута из пяти в городе. Ну и теперь хотелось бы более подробно рассказать, какие задачи стояли перед клиентом на момент обращения в нашу компанию. Первой и самой необходимой задачей было оснащение GPS-глана с оборудованием свои транспортные средства, потребованием контракта с Минтрансом. Также дополнительно клиента обязали установить системы видеонаблюдения. Ну и в целом в современном обществе уже трудно представляется проезд на общественном транспорте без возможности оплаты безналичным расчетом. Поэтому клиент решил оснащить автобусы терминалами для безналичной оплаты. Ну и крайней задачей была возможность установки системы автоинформирования, которая могла бы в автономном режиме воспроизводить объявление остановок в автобусах. И если обобщить все задачи, то при выполнении их вкупе с внедрением стандартного функционала Виалон и программы Нимбас, мы получим такое комплексное решение, которое поможет автоматизировать большую часть бизнес-процессов, связанных с автопарком клиента и обеспечить более безопасную транспортировку пассажиров. Ну и перейдем, наконец, к технической реализации запроса клиента. Соответственно, первое, с чего мы начали, это с подвода оборудования. Нам нужен был терминал с возможностью автоматического звукового объявления информации об остановках, микро-SD-карта со звуковыми файлами названия остановок, которую нам предоставил клиент, ну и, соответственно, возможность подключения к штатной акустической системе, громкоговорителю или какому-то дополнительному усилителю сигналу. После подбора и установки оборудования мы приступили к его настройке. Мы создали маршрут на уровне самого терминала и добавили точки с вектором движения техники. Затем с помощью специальной программы мы подвязали эти точки к звуковым файлам и сохранили это уже готовыми маршрутами. То есть функция автоинформатор была настроена на уровне самого терминала. Мы добавили команды в объекты клиента в Виолоне. При выезде маршрута, точнее автобуса на определенный маршрут, программа автоматически отправляет команду на терминал и запускает необходимый маршрут с привязкой уже звуковых файлов, после чего объявление остановок активируется автоматически. Далее мы перешли к внедрению NIMBAS и функции Виолон сотрудникам, ответственным за диспетчеризацию. Мы определили ряд необходимых настроек, которые мы будем использовать в системе мониторинга, и начали мы с необходимого минимального функционала NIMBAS и Виолон для начала работы с программой. Пока наши инженеры настраивали оборудование и создавали маршруты в конфигураторе терминалов вместе с водителями, мы параллельно вместе с ответственным за мониторинг в компании настраивали учетную запись программы NIMBAS, то есть совместно с клиентом мы добавили остановки, маршруты и рейсы в программу и создали геозоны маршрутов в Виолон. Также при создании маршрутов и рейсов в NIMBAS мы воспользовались автоназначением объекта на маршруты рейс, что значительно облегчало работу ответственного диспетчера. Следующим этапом мы приступили к настройке учетной записи уже в Виолон. Мы добавили индивидуальные шаблоны отчетов по запросу клиента и настроили необходимые уведомления. Список их вы можете увидеть на слайде презентации. Первое уведомление – это въезд-выезд на маршрут, который работает на стандартном уведомлении геозона в Виолон. Сами геозоны маршрутов мы создавали не от депо, а от первой остановки для корректной работы уведомления. Также добавили уведомления о превышении скорости на маршруте с ограничением его работы как по времени, так и по геозоне. И, наконец, настроили уведомления о тревоге. Это была еще одна просьба нашего клиента уже в процессе настройки программы. То есть мы оснастили автомобили тревожными кнопками и совместно с работой программы по видеонаблюдению это решение позволило обеспечить безопасностью не только пассажиров, но и самих водителей. То есть при срабатывании уведомления о тревоге у клиента появилась возможность увидеть, что происходит в салоне автобуса. Он может открыть программу, посмотреть видео онлайн, либо может посмотреть скриншот, который сохранился автоматически при срабатывании события уже в Виолоне. В нашем случае события — это, соответственно, нажатие тревожных кнопок. Дополнительно клиент активно использует качество вождения и программу Экодрайвинг, и также мотивирует водителей с помощью племирования за высокие баллы по качеству вождения, что просто не может не влиять на безопасность пассажира во время их транспортировки. Простыми словами, с помощью программы Виолон и Нимбас мы реализовали настоящую автоматизацию работы диспетчера, где программа сама назначает объекты на маршруты, контролирует отклонения от них, мотивирует водителей, предупреждает о возможных опасных ситуациях и в целом помогает диспетчеру в его работе. На этом слайде вы можете увидеть отзыв клиента, на основе которого мы можем понять, насколько эффективна программа была для него. Если сократить написанное, то мы видим, насколько эффективна программа помогла клиенту, и он готов ее в целом рекомендовать в дальнейшем знакомым друзьям. Ну и в конце хотелось бы рассказать, с какими возможными сложностями может столкнуться интегратор при реализации подобного кейса. Соответственно, тут нужно понимать, что без участия и помощи клиента реализовать поставленные задачи, не могу сказать, что будет невозможно, он будет достаточно непросто. Ну и самая, наверное, распространенная проблема, с которой сталкивается каждый интегратор, это саботирование со стороны водителей, то есть сотрудников. Тут я думаю, не стоит более подробно пояснять, по каким причинам водители не заинтересованы установкой подобной системы. Отдельной проблемой мы вынесли также сжатые сроки, и я думаю, многие интеграторы меня сейчас поймут, это сложности с поиском и покупкой оборудования, потому что мы знаем, что сейчас некие проблемы есть с производством и наличием оборудования у некоторых поставщиков. В принципе, на этом презентацию нашего кейса внедрения NIMBAS я, пожалуй, закончу и с удовольствием отвечу на все возникшие вопросы. Зураб, большое спасибо за такое подробное описание вашего проекта, и мне было тоже очень приятно слушать такие хорошие, в общем-то, отзывы. Спасибо вам большое. По поводу вопросов, наверное, по самой презентации вопросов нет, но я все-таки задам вам один вопрос из чата. Там интересуются списком ваших любимых классических авто. Пожалуйста, ответьте в чате, потому что я думаю, что это очень важный вопрос. Денис Котоков интересовался, да, вы можете ему ответить. На прошлом нашем вебинаре мне задали подобный вопрос. Почему-то я предполагаю, что, скорее всего, это один зожи человек. Возможно. Взяли эту информацию с нашего сайта. Ну, я так скажу, список моих любимых авто по идее и задумке я должен был предоставить нашему клиенту, который обратился к нам на сайт. Соответственно, если данный человек оставит свое обращение, я ему вышлю с удовольствием в список автомобилей. Отлично. Большое спасибо за такой ответ. По проекту, если вдруг еще вопросы будут, то я думаю, наши комментаторы могут их оставить в чате. Большое вам спасибо еще раз, что нашли время присоединиться к нам и поделились своим опытом. До новых встреч. Спасибо вам. До свидания. До свидания.